Первая читка – это репетиция, в которой актёры однажды в России первый раз увидят текст номера и прочитают его по ролям. Давайте с выражением. Номер называется «Поп ММА», локация, значит, студия для пресс-конференции «Поп ММА», Тошинчук, это я, сидит в кресле, рядом с ним два длинных дивана. Всем привет, это «Поп ММА», я очень крутой, очень сильно крутой, ну пожалуйста. У нас вы можете увидеть бои с самыми крутыми бойцами России. А Таром Кушинашвили, Никитой Джигурдой и мужиком с большими зубами, который обманул таксиста на 400 рублей и непонятно разговаривает. На сегодняшней пресс-конференции будет много ужаса и мяса. А спонсор наших кровавых боёв бесправил – тульский пряник. Тульский пряник, тульский пряник, тульский пряник. Всё, вот что было в прошлом выпуске. Идёт нарезка, скорпион из Мортал Комбата кричит «Герави Гер». Напротив него стоит Давид в образе Мурада, кричит «Я хай, бля!». Мне кажется, он откажется. Слишком большая заморозь снимать просто. Один кусочек. Я хай, бля! Всё, давай, сейчас, пожалуйста, дальше. А спонсор нашего выпуска – энергетический напиток, с помощью которого вы сможете уничтожить свою нервную систему полностью. Это нельзя продавать детям, но если в магазине на кассе нет камер, то можно. Энергетики – тахикардиновый удар. Ваше сердце постучит, как сучка. В продажи поступили новые вкусы. Вкус снюс. Этого боя ждали все. Главное… Главное событие года. Вы смотрите пресс-конференцию перед легендарным боем нашей страны. Ой, блядь, чего, блядь? Вы смотрите пресс-конференцию перед легендарным боем между сыном Никаса Сафронова и Саном. К сожалению, сын Сафронова не смог сбросить 300 килограмм и не уложился в вес. Поэтому нас ждет не менее захватывающий бой между легендарными бойцами – Джиганом и вышедшим на коротком уведомлении вместо Хорхеема Свидаря Николаем Дроздовым. На диванах сидят Тимур одет как Дроздов, Миша одет как Джиган. Ты Дроздов? Да. Очень сильно близко, конечно. Добрый вечер, дорогие друзья. Все, вопрос снят, прости. Сразу снял, смотри. Я некоторое время изучал искусство. Трештока. И все знают, что у кашалота самый большой детородный орган. Только Джиган знает, каков он на вкус. Вау. Дядь Коль, ты чего? Я же в детстве смотрел, как ты рассказывал про обезьянок. У тебя забыло передать вот это, ну, про обезьяночку. Кстати, интересный факт про обезьян. Щеки Джигана могут вместить в себя до 20 литров горильева эякулята. Да, дядь Коль, ты чего? Ты же добрый, блин. Ты, во-первых, сам дурак, понял? А во-вторых, нафиг ты вообще обезьянок сюда впутываешь? Значит, у нас в студии еще есть один знаток боевых искусств. Эксперт по смешанным единоборствам, посмотревший два фильма с Брюсом Ли и три с Джеки Чаном. Член Лиги Теней, тренировавший самого Рассель Гула. Встречайте, Лев Валерьянович Лещенко. Здорово, мужики, здорово. Лучший! Смотрел вашу передачу, если честно, какая-то залупа. Эксперты у вас тут хрен пойми кто. Вот хоть нормальный эксперт будет. Всем салам пополам, как говорится. А чего вы шепеляете? Вы меня передразниваете, что ли? Че ты че, гони мы, кому-то нужно передразнивать. Вот же опять он это делает. Вы че, злые-то такие? Этот, говорит, что меня обезьянки дрюкают. И что, я бегемота в письку целовал? А, кашалот. Ну а какая разница-то, блин? Этот разница, у вас че, какая передача-то агрессивная? Я вообще пришел потянуть, почилить, блин. Все, успокойся, джиган. Николай Николаевич, я думаю, что вы абсолютно бесстрашный человек, потому что вы видели меня без футболки, а еще вы видели, как дрючатся все животные планеты. Друг с другом, не со мной, понял? Можете рассказать свой план на бой? А, ну да, я планировал воспользоваться тем, что я дедушка, и наносить ему беспощадно хлесткие удары в лицо и рот своими кнутообразными яйцами. Что они сделали? Что они нам сделали? Почему? Наоборот, он сильный. Значит, Николай Дроздов может победить. Парадокс, я понимаю. Я вот сейчас вообще ничего не понял, но стопудово это опять что-то неприятное. Слушай, джиган, во-первых, я восхищаюсь собой, ну и тобой, но в меньшей степени. Послушай, на моей памяти ты единственный человек, который всю дорогу какую-то дичь творил, я объяснил это тем, что ты был просто нанюханный. И тебя все простили. Потому что я веселый просто, и все. Какой у тебя план, джиган? Ну, короче, я хотел подойти к окошку и смотреть. Ну, короче, смотреть. Ну, как, короче, смотреть, там смотреть. А когда что-нибудь классное появится, прям сильно смотреть. Сильно, короче, смотреть сильно. А на бой? Да какой ему бой? Отдуплись, щенок, ты че несешь? Ты на сильных ребят полез. Николай, Николаевич, тебя деклассируют. Он невероятно силен в грэплинге. А в стойке с ним сравнится разве что мой член. Да, блин, да вы же взрослые мужики, блин. Один про ядь какие-то говорит, другой про селен. Вам не стыдно вообще? А, это тебе будет стыдно, когда из твоей задницы какашки вылетят, как фонтанчик из головы дельфинчика. Да почему ты со мной так разговариваешь? Как он это делает? Это же просто уникально. Надо вспомнить какой-то факт про животных и потом еще со скоблением совместить. Человек-легенда, блин. Как ему кабину-то проламывать? Давайте на уважение, господа. Давайте, успокойтесь, давайте на уважение. Мне сообщили, что у нас в гримерке кто-то случайно разбил бутылку пива и на запах пришел еще один эксперт. Встречайте, подруга Олега Монгола Иришка Чики-Пики. Выходит, Катя выглядит как Иришка Чики-Пики. Синяк под глазом в одной руке, и сигаретам в другой бакулашка пива. Я против того, чтоб такие, как Джиган и Дроздов, лезли в наш спорт. Это же фрики. Вы дискредитируете настоящих спортсменов, таких, как я, атлетов, которые посвятили всю свою жизнь баянам. Ты ее пересматриваешь? Ты прям сильно похожа. Ты еще кто такой, старичок? Иди, подстригись, умойся, а то выглядишь, как шалашовка привокзальная. Софию Ротяру прикрой свою пивичка. Сейчас из полей унесется не печаль, а задница твоя разорванная. Ты че, пацан? Я тебе сейчас в душу дам, ты маму потеряешь, понял? Ты че, лови мою мавашу. Или че тебе показать гильотиночку с кимурочкой, черт? Бью, Валеру, в лицо. Ты че творишь, черт? Ты че, блядь? Бью, 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 Валеру. Ты че, я тебе сейчас... Выбегает охрана, оттаскивает кач. Охрана? Да, охрана. Че? Лев Олильянович, зачем мы женщине бомжу поддаетесь? Какой ты? Это реально пацан. Смотри, как он двигается, как он ручкой раскидывает. Ебать, у него ручки летают. Ебать, у него ручки летают. Давайте на уважение, господа, успокойтесь. Катя бьет меня. Бьет Тошинчука, тут падает. А, ну все, настал мой черед. У меня для вас сюрприз. Черная мамба. И это не черничная, жевательная конфета, а смертельно опасная африканская змея. Тимур кидает змею на Катю. Катя откусывает змею голову, бьет Тимура. Его шатает, он падает. Катю пытается остановить охрану. Звучит просто. Да, я люблю это. Да. Миша, ребята, дорогие зрители, давайте прекращать этот трэш. Я понимаю, что слушать морали от человека, который сбривал брови, был в рехабе и назывался петушками. Довольно странно, но давайте перестанем миллионами смотреть, как бомжихи дерутся с порно-актрисами, депутаты со звездами на пенсии и героями мемов. А с тобой, Иришка, я сейчас разберусь, посмотрим, кто круче, алкашка или травушка. Катя, вот пишу, в бороду его ведет, он тоже падает. Отбивка. Алкашка. Все, Мишечка. Чуть-чуть концовку изменим. Ну, мораль. Мораль. Мораль есть. Это очень важно. Интересно, что джиганты. Была мораль, а потом опять про алкашку и травушку. А так нормально. Ну что, кто у нас тут плохой ученик? Я плохой ученик, Татьяна Николаевна. Вот возьмите мой дневник, там у меня двойка. А что, Лешкин, что ли? Да. Всю следующую неделю делаешь с ним домашку. Пошел от нее. Руки поднял быстро. Мужики, это не то, что вы подумали. Мы муж и жена. Может, сегодня при свете, а? Нет, я спать. Давай сама выключай свет. Саша, Таня. Новый сезон. С 16 мая. Восемь вечера. На ТНТ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А. Корректор А. Редактор субтитров А. Корректор А. Редактор субтитров А. Корректор А.